И снова всем привет друзья! Продолжаем наши адские похождения и прохождение сборки ФТБ Инферно. В прошлых сериях мы вплотную приблизились к началу изучения мода Industrial Contraptions. И эту серию я думаю всецело посвящу именно этому моду. Но не только! И первое с чего хочу начать, я продолжаю за кадром развивать свою деревню и развиваю её довольно неплохо. У меня практически все здания, которые тут есть, уже второго уровня. Одно из первых зданий, которые я хочу показать это ферма. На ферме работает фермер, он в принципе собирает довольно много урожая и сейчас у меня строитель отрапортовал, что достроил здание склада третьего уровня. Теперь я имею довольно объемный склад и насколько я понимаю у него должна была появиться новая функция. Это возможность отсортировать предметы, которые есть у меня на складе. Давайте попробуем ей воспользоваться. Вархаус, сток и сортинг. И получается этот сундук отсортировался на породы всевозможные. Здесь у нас дерево. Здесь тоже дерево. Тут еда. В общем-то это довольно крутая фишка и возможность навести порядок у себя на складе. Еще за кадром я сделал себе флетчера. Флетчер это ремесленник, который умеет крафтить предметы из кожи и ниток. А, и наверное перьев тоже. Следующий ремесленник, которого я сделал также за кадром, это уже плотник или стойлер. Не знаю точно, как его назвать. Он работает с деревом. Он может делать двери, заборы и в общем-то практически любые крафты, которые можно делать из дерева. Какие-то крафты у него были забиты изначально. А вот этим финальным крафтом по созданию уже блоков для строительства научил его я. Жалуется, что ему некогда поспать. Слишком много работы. Так что, что касается деревни, наверное пока что это все. Теперь переходим к изменениям у меня на базе. Во-первых, я плюнул все-таки на эти интенгл блоки и решил, что я проведу аплай во все свои цеха. По крайней мере индустриальные, которые находятся у меня здесь в небольшом радиусе. По поводу того, как я проводил аплай уже в другие свои цеха. Все не так просто. Аплай я проводил посредством P2P туннелей. Кто не знает, это такая классная штука, которая позволяет передавать на расстоянии разные виды передач. Как бы это не каламбурно звучало. То есть мы можем передавать на расстоянии Redstone сигнал. Можем передавать на расстоянии аплай. Можем передавать на расстоянии энергию, предметы и даже свет. При этом провод, который ведет до моего другого цеха, он не считается частью аплай-системы. Как видите, в аплай-системе всего лишь числится 3 флакс-МЕ кабеля. При том, что здесь уже кабеля намного больше. И этот кабель ведет аж до цеха здания Immersive Engineering. Блин, опять этот Lord Inferno, как он не бесит уже. Хотя, когда последний раз я защищался от всех волн Гасп, мне выпала Незер Стар. Так что иногда все-таки не пренебрегайте сражениями с этими волнами Lord Inferno. Потому что действительно по итогу может выпасть какой-то топовый лут. Вот это вот уже сложная волна, в конце которой вполне может быть даже будет босс. Мне нужно, чтобы они убили этих уродов. Блин, да слепота когда-нибудь пройдет. Я все никак не настрою у себя здесь турели. Я, наверное, после этого сражения однозначно подключу турели, наделаю патронов, чтобы они мне помогали отстреливаться. Вообще, неубиваемый крокодил. Сука, убегает! Из-за нее волна не начнется новая. Или это все? Короче говоря, у меня здесь давно уже стоят турели. Мне нужно сейчас провести сюда энергию, чтобы турели отстреливали мобов. Чтобы они мне помогали. Поэтому сейчас я сделаю небольшую паузу в повествовании об изменениях на моей базе. И попробую настроить себе турели, чтобы они работали и помогали мне отстреливать волны. К примеру, я хочу запечатлеть вот этот блок. Я не уверен, что получится, но мне нужно попробовать. И, допустим, на арене я поставлю вот этот интенгл блок. Где-то тут. Вот, честно говоря, я уже вижу, что, скорее всего, не работает. Потому что КВ-вайр-коннектор не наполняется энергией. По идее, он должен был уже наполниться. Да, не работает. Блин. Сделаю здесь изолированную систему создания энергии. Но я хотел бы воспользоваться одной халявной штукой. Может быть, несколькими халявными штуками. Они выдают всего лишь по 16 рпм. И у них очень маленький эссу. Но если это позволит мне, пусть со временем, но запитать все мои турельки, то вполне возможно, это был бы неплохой вариант. Каждое колесо дает по 256 эссу. Минимальное эссу нужно 512. Здесь у нас получается 2 раза по 512. Ага, 22 FF-тик. Скорость, конечно, невеликая, но... У меня есть ХВ-аккумулятор. Который со временем накопит энергию. И когда у меня будет следующее нападение, из этого ХВ-аккумулятора будет раздаваться энергия на все турельки. Так, вроде бы все тут. Турельки я запитал. Я не парился по поводу красоты какой-то здесь. Мне просто нужно было их запитать. Теперь мне нужно снабдить их как-то патронами. Еще бы понять, какими патронами они стреляют. Так, ну что, вроде работает. Я полностью настроил крафт создания патронов. Заказал сейчас 100 штук и они потихонечку крафтятся. Процесс, конечно, не быстрый, но тем не менее, все равно все должно скрафтиться. Единственное, что чуть позже мне нужно будет автоматически настроить подачу патронов в эти турельки. Но для начала я попробую вообще, как они будут работать и какие лучше патроны все-таки использовать. Я настроил крафт серебряных патронов, они по идее от андетов, от мертвецов всевозможных. Довольно серьезно напрягают меня как раз таки скелеты. Но это не значит, что турели будут стрелять только по скелетам. Стрелять они будут по всем целям, но максимальный урон наносить будут именно зомбарям и скелетам. А вот подавать патроны я могу при помощи действительно эндэнгл блока. Ну что ж, вроде как я уже все настроил. Сейчас у меня потихонечку крафтятся патроны. Патроны приходят в драйвер на базе и из драйвера эндэнгл блоком они распределяются по турелям. Единственное, что нужно будет еще сделать, мне нужно будет каким-то образом забирать из этих турелей пустые картриджи после того, как они отстреляются. Но может быть я это настрою чуть позже и за кадром. Они также будут отправляться на базу, а на базе они будут уже, соответственно, отправляться для крафта новых патронов. Пока что я подключил не все турели, у меня закончились трубы, ну или практически закончились. Как только я набью больше труб, я подключу и оставшиеся турели тоже. Но для проверки я хотел бы сначала, прежде чем всех их подключить, уточнить, как они будут стрелять и будут ли они стрелять. Будут ли они вообще полезны в этом деле, в сражении с волнами и с новыми боссами, которых нам предстоит тоже в ближайшее время начинать уже убивать. Но сейчас мы уже можем вернуться полноценно к развитию мода Industrial Contraptions, потому как если я сейчас опять начну заниматься чем-то другим, снова не получится посвятить серию именно этому моду. А я думаю, что мы сейчас займемся именно им. У меня есть 41 стальная пластина HSLA, я добавлю, наверное, еще штучек 40, это будет на 8 машин. А машин, я думаю, потребуется, ну не меньше десятка, может быть даже двух. Так что для начала сделаем штучек 5-6 вот таких машинных блоков. И начнем потихонечку делать уже машины в соответствии с квестовой книгой. И заодно я почищу панель закладок, потому что уже не могу разобраться в ней. Что-то я добавлял туда еще часов 10 назад, и оно уже давно не нужно, поэтому периодически ее надо чистить. Ну что ж, Deus Ex Machina. Первое, что мне нужно сделать, это вот такой роллер. Я, наверное, его добавлю тоже в крафт сразу, чтобы не заморачиваться. И Аплай мне крафтил все сам. Ну что ж, давайте попробуем попросить у Автокрафта сделать мне роллер к машину. Оу, отлично, очень быстро это было. Итак, первая машина готова. Для ее работы требуется 32 Z энергии. А 32 Z энергии у нас проводит LV кабель. А также система производства энергии у меня здесь, ой, выдает, по идее, 180 Z энергии в тик. А это как минимум в 5, почти в 6 раз превышает количество энергии, которое может принимать вот эта машина, мой роллер. Поэтому, наверное, как вариант, можно было бы понижать мощность энергии, но я пойду немного другим путем. Я хочу добавлять трансформатор апгрейды в каждую свою машину, чтобы она могла выдерживать больше мощности. И это тоже мы все добавим в Автокрафт. А сразу же было бы неплохо настроить создание вот таких вот Energy Storage апгрейдов. Ну и сразу давайте Эджекторы тоже. Так, Эджектор апгрейд. Ничего сложного. Energy апгрейд. Все есть, кроме батареи. Отлично. И трансформатор апгрейд. На него нет практически ничего. Ни МВ-трансформатора, ни МВ-кобелей. А также, как можно скорее, мне нужно сделать себе еще электрическую печку, которая будет пережигать тоже по запросу у меня тот же Рубер, резину, ну или Латекс. И также пережигать стекло. Так что в следующем после роллинг машины я сделаю себе именно энергетическую печь. Ну что ж, давайте теперь еще закажем создание печки. Отлично. Быстро работает, очень быстро делает. Но у меня есть небольшие опасения, поэтому я сейчас обращусь к книге. Насколько увеличивает возможность потребления энергии один трансформатор апгрейд. Трансформатор апгрейд добавляет машине возможность более высокого вольтажа. Каждое увеличение вольтажа увеличивает на один тир. Давайте посмотрим теперь, какого тира бывают провода. 32, следующий 128 и следующий золотой 512. А у меня будет 180, ни туда, ни сюда. Блин, надо что-то с этим думать. Ну ладно, давайте я поделаю сейчас себе МВ кобелей и попробую сделать себе пару трансформатор апгрейдов. А также пару энерджи апгрейдов. Реальный трансформатор сделаю МВшный, который может 512 Z в тик превращать в 128 Z в тик. Еще было бы неплохо сделать какой-то капоситор или аккумулятор. МВ баттери бокс, ХВ баттери бокс. В общем-то можно сделать сразу ХВ. Попробовать, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Ага, я уже вижу на ХВ нужно что-то исключительное. Тогда на МВшку хотя бы. Отлично. И давайте попробуем заказать сразу же еще МВ баттери бокс. Отлично. Ну что ж, давайте начинать все-таки развивать индустриал крафт. Первое, что я поставлю на вход, это МВ баттери бокс. Да, он заряжается. Отлично. Поставить я его хочу сюда. Он потерял всю энергию, которая в нем была. Ну, ладно. По крайней мере, теперь я знаю. Первая, самая важная машина, наверное, будет печка. Вторая машина по значимости будет роллер. Провода, я думаю, поведем под землей. Ой. Нет, нет, нет. Блин, машина перегорела. Ё-моё. Мне же надо было поставить трансформатор сначала. Теперь нужно как-то ее разлочить при помощи предохранителя. И тут как раз говорится, что более высокое напряжение, большее количество энергии будет вызывать перегорание машинки. И чтобы ее привести в норму, нужно сменить ей предохранитель. А предохранитель это фьюз. Он используется в создании машинного блока. Я должен, по идее, кликнуть фьюзом по машинке. Да, о, видите, успокоилось, все хорошо. И теперь засунуть сюда трансформатор апгрейд и энерджи апгрейд. И по идее кабель не повредит эту машину, а машина будет уже хорошо и правильно работать. Тогда сразу же ставим трансформатор и энерджи апгрейд и в печку. Ага, отлично. Давайте проверим, как быстро она будет пережигать. О, вообще не быстро, да? Ну, тем не менее. Мы ее со временем разгоним. Ну что ж, так. Следующую машинку попробуем сделать компрессор. И центрифугу. Пробуем заказать центрифугу. Отлично. И компрессор. Отлично. Меня так радует скорость работы, аплая. Я в восторге. И центрифуга как раз нужна уже для того, чтобы начать делать себе жидкостные ячейки, которые мы будем наполнять при помощи роллера и делать охладители, при помощи которых мы уже сможем делать оверлокер апгрейды. Ну что ж, давайте потихонечку пойдем в этом направлении. Да блин, опять забыл. Да е-мое. 32-32. Да, эти машинки нуждаются в трансформаторах, чтобы им можно было подавать 128 EU в тик. Ой, EU это так называлась энергия industrial craft раньше. Сейчас она почему-то называется ZAPS энергия. Так что если я буду по запарке, иногда по старому называть, имейте в виду, что я имею в виду энергию именно industrial contractions. Эджекторы сразу штучки 4, да 10 штук сразу давай. И паттерн провайдеры, тоже штучек 5. У меня один есть, еще 4. Погнали теперь потихонечку забивать рецепты. Первый рецепт, сразу же добавлю рецепт стекла. Это у нас печь. Добавляем инжектор. И теперь нужно сюда привести кабель уже моего аплая. А кабеля аплая я, наверное, поведу поверху. И последний кабель как раз хватило. Так вот, эджектору нужно каким-то образом указать, куда выдавать предметы. Я, честно говоря, уже и не помню. Так, не пойму я. Здесь написано, что он готов, в принципе, выталкивать во все направления. Я сейчас воспользовался переводчиком, и переводчик сказал, что он будет выталкивать во всех направлениях. Вперед, назад, влево, вправо, вверх, вниз. Вверх, затем вниз. То есть у него нет направления, ему не нужно указывать направление. Потому что, по идее, если я сюда кидаю предметы, то они сразу же уходят в систему. И эджектор должен именно этим и заниматься. О! Оно работает. То есть предметы, которые уже лежали внутри, они не выталкивались. Только когда предметы начали заново пережигаться, вот только тогда они начали выталкиваться. Ну что ж, теперь понятно. Значит, эджекторы мы закидываем во все машинки. И теперь нужно каждую машинку подключить к оплай-системе. И далее нам нужно все-таки дойти до того момента, когда я смогу создавать себе оверлокер апгрейды. Первое, что мне нужно сделать, нужно сделать флуид целы. Тинплейты мы перегоняем во флуид целы. Тинплейты... До 100 штук. И вуаля! Скорость прессовки очень даже хорошая. И теперь уже тинплейт мы пережимаем во флуид цел. Годится. В роллер, да, закидываем это. Давайте попробуем сейчас заказать себе сразу несколько таких флуид целов. Десяток. Так, отлично. Они прессуются и тут же выталкиваются обратно в систему. Но вот дальше уже есть проблема. Чтобы наполнить этот флуид цел водой, мне придется использовать либо тинкеровскую печь, либо ботлер есть. Подождите, чуть ничего не пойму. То есть ботлер превратит в боттл оф энчантинг. Система показывает, что наполнение только посредством печи тинкера. Но когда ты начинаешь смотреть крафт, отображается еще и ботлер. Допустим, кладем сюда одну флуид цел. Нет, неправда получается. Ботлер не умеет наполнять флуид целы. А если я попробую организовать этот автокрафт прямо здесь? Нет, не сирит глаз мне нужен. Мне нужно фьюэл гейдж. Может быть, фьюэл танк. По-моему, и то, и то можно наполнять водой. Давайте гауч попробуем сделать. Да, он наполнился водой тут же. Теперь, если мы поставим сюда фатсет, поставим сюда бассейн, сверху поставлю редстоун сигнал, то как только я закину сюда флуид цел, оно должно наполнять его водой. Не понял. А ну еще разок. Скинет он сразу же флуид цел, наполненный водой в воронку. Да, отлично. Значит, мы можем это все теперь настроить автокрафтом. Сюда ставим ME Pattern Storage. Так, у меня уже заканчиваются свободные грани моего молекулярного ассемблера, поэтому надо их наращивать, ставить, допустим, сюда, сюда, сюда. Но чуть позже. Я сейчас где-то тут поставлю крафтинг терминал, я попозже его настрою. Сейчас пусть пока будет здесь. И я его сюда поставил, чтобы я мог прям рядом с ним оперировать. Мне нужно, допустим, еще 10 флуид целов. Получается, система должна доделать вот эти флуид целы и потом их залить водой. Ай, черт. Ясно. Нет, не работает. Ладно, придется хоппером тогда все-таки забирать. А трубой потом я буду забирать уже из хоппера. Да. Ну, вот так работает. К сожалению, пришлось сделать лишнее звено, но по-другому у меня не получалось. Обычные трубы не работали. Можно, конечно, было поставить сюда импорт баз, который бы забирал, но я решил сделать так. Ну что ж, и далее мы можем уже себе запросить сделать в автокрафт и такой вот маленький охлаждающий элемент, ячейка. Малую охлаждающую ячейку. Ячейку с водой мы уже засовываем в центрифугу. Просим сделать себе уже охладитель. шесть штучек. Да, все, оно работает. А значит, мы идем сюда и заказываем здесь уже крафт вот таких оверлок апгрейдов. и закажем сразу же десяток. Ага, доделываются сначала водяные ячейки, и потом они все будут приходить сюда. И здесь уже пережиматься в охлаждающий элемент. И охлаждающий элемент должен превращаться в оверлокер апгрейд. Первую машинку, которую я хочу ускорить, наверное, вот эту центрифугу. Таких апгрейда можно в каждую машину, по-моему, по четыре штуки. Я немножко буквально позанимался Industrial Craft'ом в сборке All The Mods, и до этого момента я там тоже доходил. Самое главное, чтобы хватало мощности. Именно для того, чтобы сюда запихивать побольше оверлокер апгрейдов, я и ставил трансформатор и Energy Storage. Все равно процесс не быстрый. Хотя уже три оверлокера апгрейда стоит. Да, максимум четыре. Теперь оверлокнем печку, чтобы и она быстрее работала. Ну и роллер, соответственно, тоже. Отлично. И я могу делать большие, куланселлы, они, наверное, нужны будут уже для охлаждения реактора. Да. А, вот и тот самый момент, где мне не хватает резины. И эту печку как раз я планирую использовать под автокрафты. вот так. Значит, теперь я могу заказать 10 оверлокер апгрейдов и резина, которая понадобится, она сейчас приедет сюда пережариваться. Тут же начали делаться ячейки, и тут же эти ячейки наполняются водой, и тут же они превращаются в охладитель. Супер. Люблю индустриальный прогресс. Любите ли вы индустриальный прогресс, как люблю его я? Дальше линейка квестов ведет меня создание кеннинг машин и потом наполнение ураниум фьюэл родов. Но это уже процесс ближе к созданию реактора, а до создания реактора пока что еще далековато. Поэтому первое, наверное, что я сейчас попробую сделать, это будет карбон. Карбон делается в компрессоре. Компрессор у меня есть. Но вот такой карбон делается из карбоновых волокон. А карбоновые волокна делаются в свою очередь из угольной пыли. А угольную пыль мы можем получить, передробив ее либо в крашере, либо у спирита, либо в мацераторе. Значит, следующая машина, которую я делаю, я делаю мацератор. Мацератор точно так же лоу-левельная машина, которая требует 32 евуфтик. Так, отлично, и теперь я могу уже заказать себе крафт коилдастов угольной пыли. Ну что ж, давайте попробуем заказать себе карбон. А, тю, елки-палки, я перепутал. Вот это нужно было добавить в рецепт, а я что-то... Теперь заказываем карбон. Хотя бы штучек 20. к сожалению, не слишком быстро это работает все, мне придется мацераторов сделать еще хотя бы штучки два, поставить его по краям МЕ-провайдера, чтобы они быстрее работали, чтобы он кидал сразу же в три машинки. То же самое придется сделать, наверное, и с печкой. Как минимум, еще одну печку нужно будет нарастить. Отлично, теперь у меня на создание угольной пыли будет работать сразу три мацератора. И, в принципе, любой процесс, который я забью сюда, он будет обрабатываться сразу тремя машинами. Ну что ж, жизнь потихонечку налаживается. Идем дальше. А, дальше мне нужно взять карбон в ручке и хорошенечко его пожамкать. Карбонные пластины очень прочные и используются в некоторых рецептах. Дальше мне нужно сделать себе Advanced Alloy. А это уже походу будет какой-то вызов. Потребуется графит. Так, где делаются маленький компрессионный Coil Ball. Делается в компрессоре. Компрессор у нас тут. 3 Mixed Metal Blend. Железо Константа Олова. Нет. Железо Электрум Олова. Нет. Железо Бронза Олова. Блин. Везде Везде используется сплав. Либо Бронза, либо Константа, либо Электрум. Можно использовать либо Олова, либо Алюминий. И можно использовать либо Лид, либо Железо. А это плохо, потому что и Лид, и Железо у меня отправляются сразу же в печи. Задача не то, чтобы прям сложное, но требует того, чтобы все-таки продумать максимально. Тинби и Коппербит. Давайте, наверное, я сейчас бронзовую пчелу себе выведу. Так. Бронзовую пчелку я себе сделал. Поставил, она работает. Да, тут вечно наполненный сундук у меня и не успевают предметы пережариваться. Надо что-то еще придумывать с печкой, либо увеличивать количество вот этих вентиляторов. В общем, я подумаю и каким-то образом попробую эту печку усилить, но чуть позже. Но пыль мы отсюда можем в общем-то исключить. Оловянную пыль. И, наверное, железную пока что тоже. тогда мне не придется делать никакие вспомогательные рецепты, а просто-напросто я делаю вот так. Бронза, но, блин, не алюминиевая пыль, оттенпыль. Хотя, может быть, у меня алюминиевой пыли много, да? Ну, ладно, пускай будет так. Потом, если что, переделаю. А теперь я указываю уже конкретно Advanced Alloy. Сюда запрос на Mixed Metal Blend, а сюда запрос на Graphene. и здесь мы указываем Advanced Alloy. Вроде как все. Попробую заказать себе хотя бы штучки три. Кстати, готов Advanced Alloy. и вуаля, в награду ничего не дают. Обидно, досадно, ну ладно. Advanced Alloy это очень используемый для более высокого уровня машин предмет, ну или сплав. И при помощи Advanced Alloy мы уже можем делать себе как раз Advanced машин блоки. Давайте его забьем тоже в систему автократа. Ну что ж, у меня теперь четыре процессора, которые будут обрабатывать мои запросы крафтов. Advanced машин блок готово. И квест комплит, но no rewards. Следующий таск это задание по созданию себе нуклеар реактор, но нуклеар реактор позволяет не создавать невероятное количество запс энергии при помощи уранового топлива. В книге Industrial Craft есть объяснение как оно работает. Реакторы изменены, настроены так, что они будут выдавать в четыре раза больше энергии, чем обычно. Но меня не пускает сейчас в эту ветку, потому что мне нужно выполнить один из квестов. Advanced Machine Block я сделал, а Iridium Circo 3 пока нет. Для того, чтобы создавать самые передовые технологии, мне нужен материал более чистый и проводящий, чем тот, который доступен здесь. чешуя давно вымешивших драконов содержит ничтожное количество этого материала. При смешивании их с пылающей кровью, я могу получить ничтожное количество Iridium. Это мучительно медленный процесс, основанный на том, что я ищу в пустотном мире шанс заполучить себе чешую. Мне придется расставить приоритеты в выборе лучшего метода. Че, серьезно? Подождите, это что за жесть такая? Какая-то жесть, я что-то ничего не пойму. Вот оно что. Dragonscale требует убийства дракона. Можно найти заброшенных сундуках в заброшенных городах. Также падает из дракона. То есть, чтобы мне пойти дальше, мне нужно уже как-то отправляться в энд и там убивать дракона. А для того, чтобы попасть в энд, мне понадобится вот такой эндерит слиток, который делается из 6 эндериума и 4 гема, наполненных волей. И скрафтить мне это сможет только мой колонист Stone Masone. А еще понадобится демоническая воля, которую я, к сожалению, вообще не делал. Я не занимался выращением кристаллов, но я вижу, что можно какой-то гем порезать в алчемикал реакшн чамбер из Blood Magic и получить себе эту демоническую волю. что ж, направление развития понятно. Эндерит нужно 8 штук, а для того, чтобы сделать портал, мне нужно 3-3-3-3-3. 12 штук. То есть минимум мне нужно 2 таких процесса провести. ну чё, как бы, ну ничего такого сложного. Как раз 8 гемов у меня есть. Выставляем рецепт сюда. сюда делаем запрос Infused Source Game, а сюда делаем запрос Enderium Ingot. По идее я могу заказать себе 2 таких процесса. Ага, отлично, 8 слитков готово. Ещё один крафт просим. 12 эндерчестов. Glided Blackstone умеет делать мой Stone Masone. Демоническую волю мы можем либо вырастить кристаллы, либо попробовать разобрать какой-нибудь гем апофеозовский. Вот, отлично. Как раз Draw Speed и Velocity тоже для стрел мне эти гемы не нужны. Давайте посмотрим, сколько получится воли с этих гемов. 6 штук. А мне нужно 24. Азерстон новые колечки 12 штук. Вроде бы всё есть. Единственная проблема наверное в том, что у меня нет Stone Masone третьего уровня. А в данный момент мой строитель что-то там делает. Тогда отправляем сейчас это всё на склад. и надо помочь моему Сизурон сделать достроить что он там строит. Так отлично он достроил моего крашера. Но теперь мне нужно дать ему задание проапгрейдить Stone Masone до третьего уровня. Давай приступай к работе братец. Кстати я сделал себе хижину лесника но у меня не было рабочего и нанять я нового не мог потому что родился ребёнок и он только вырос поэтому я сейчас этого ребёнка сюда отправлю он уже не ребёнок он взрослый может работать и ему можно указать каким-то образом что работать ты будешь отсюда и досюда правый клик во так ладно пока тут Stone Masone потихонечку у меня апгрейдится я продолжу заниматься своими насущными делами честно говоря у меня в планы не входило ни в этой серии ни наверное в ближайшие идти уже к дракону края насколько я знаю в этой сборке дракон края очень сильно усилен он как хаос дракон то здесь стоит целый мод какой-то который усиливает дракона и дракон как босс тоже вызывает всевозможные волны помимо того что нужно будет убивать дракона нужно будет еще и отбиваться от полчищ других мобов и монстров которые будут вызываться из этих разломов а у меня на самом деле сейчас и так есть заботы которыми я бы мог позаниматься и перед тем как идти к дракону я наверное хотел бы сначала попробовать убить тех боссов которые есть здесь которых я могу вызвать в этом мире мне нужно будет создать вот такой фортуна гейт и сразиться с боссом потом нужно будет сразиться с еще одним боссом и еще и пустотным червем каким-то так что в принципе пока что есть чем позаниматься в пределах этого мира но для этого мне потребуется броня какая-то возможно получше либо нужно будет наделать каких-то шармов которые будут постоянно меня во-первых хилить во-вторых усиливать и сейчас я бы хотел наверное все-таки вернуться к аплаю и сделать себе беспроводной аплай теперь заказываем security терминал и сразу заказываем wireless терминал так отлично security терминал я законнектил и осталось поставить доступ радиус 32 метра использования 4 рф если я добавляю сюда 4 рф бустера то радиус 37 блоков энергия 12 рф но меня это вообще не устраивает без infinity range бустера смысла никакого подождите складывается ощущение что я могу себе его позволить есть два варианта есть infinity range бустер который работает в пределах этого мира есть dimensional booster dimensional booster делается намного сложнее но чтобы он работал нужно 4 infinity бустера кстати только что доделался stone масон а это значит что я могу уже запросить себе n портал фреймы ну что ж готово и если я засуну infinity booster сюда радиус получается бесконечный использует всего 6 rft серьезно вот это радость вот это счастье но для работы потребуется его заряжать не знаю как надолго будет хватать этой зарядки но я хочу сделать себе капоситор так отлично у меня получился капоситор аж на 12 миллионов я думаю этого мне хватит надолго к сожалению этот терминал слоты шармов не становится ну как бы ладно но все равно теперь где бы я не находился в пределах незера у меня везде будет работать wireless терминал и это прекрасно наверное на этом я уже буду заканчивать эту серию в общем-то она была довольно плодотворна много всего я сделал развил более-менее неплохо мод industrial contraptions до того момента пока я не уперся в потолок доделал себе систему apply теперь я могу работать со своей apply системой посредством wireless терминала то есть дистанционная передача предметов и крафта и впереди меня ждут уже сражения с боссами надеюсь что в следующей серии мы к этому уже придем а на этом я уже буду заканчивать эту серию спасибо всем за просмотр ставьте лайки жмякайте на колокольчик чтобы не пропустить новые серии если есть что написать напишите об этом в комментариях всем здоровья и удачи пока-пока я все сказал